Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Донецкий. Я являюсь продюсером этого YouTube-канала, а также я действующий практикующий трейдер. Сегодня я, как и обещал, покажу подробный обзор робота-помощника Xelio Stop & Profit, а также расскажу, для чего он вообще нужен. Итак, погнали! Одни из самых распространенных причин убытка в трейдинге — это неправильное выставление стопов и различные проскальзывания и другие проблемы. Часто бывает так, что трейдер открыл позицию, открыл окно выставления заявок, а цена уже идет против него и ушла гораздо дальше, чем он даже планировал поставить стоп. Также часто ситуация, когда цена уже пошла в нужную сторону трейдера, уже пора закрываться, но жадность трейдера не дает этого сделать. В итоге цена откатывается, что приносит большие убытки трейдеру. К сожалению, данные проблемы возникают не только у новичков, но и у достаточно опытных трейдеров. Именно поэтому наши инженеры Xelios Group разработали автоматического робота-помощника Xelios Stop & Profit, который как раз и решает данные проблемы. Вот в нашем дилинговом зале ребята прекрасно знают, что использование таких автоматических систем прекрасно помогает сократить убыточные сделки, как их количество, так и их размер. А все потому, что робот всегда очень быстро и четко выставляет заранее определенные вами размеры стопов и тейков. И делает это сразу после входа в сделку. Сейчас я вам наглядно покажу, как это работает. Сам по себе робот-помощник Stop & Profit это программа, которая запускается в терминале, у нас есть так называемое окно робота, это мы можем закрыть. Также я открыл вот сейчас перед вами конфигуратор робота. Сам робот позволяет значительно упростить торговлю, снижает риски и помогает вам наращивать прибыль. Давайте посмотрим на реальных примерах, как именно работает этот робот-помощник, а также насколько просто им вообще пользоваться. Типичная ситуация, особенно у новичков, это технические ошибки при выставлении стопов. Например, неправильно выставлен стоп, который в итоге не сработал, или стоп выставлен слишком поздно и трейдеру приходится закрываться руками. Робот-помощник Stop & Profit здесь никогда не ошибается и всегда выставляет заранее установленный вами размер стоп-лосса и тейк профита. Причем эти параметры прописываются индивидуально по каждому инструменту, что очень удобно. Теперь, когда вы открываете сделку, у вас автоматически выставляется мгновенно Stop & Profit. А если одна из заявок срабатывает, например, по стопу вы закрываетесь, то следующая автоматически снимается. Кстати, в Stop & Profit есть функция автоматического снятия всех стоп-заявок и тейк профитов после и основной, и вечерней сессии. У меня стоит вот по вечерний клиринг. Один из мощных инструментов максимизации профита – это использование каскада стоп-лоссов и тейк профитов. Вручную выставлять каскад довольно утомительно и долго, поэтому Stop & Profit умеет автоматически выставлять каскад как стопов, так и тейк профитов. Например, возьмем три контракта, откроем позицию Short и у нас, как видите, тут же выставились три тейка на равном расстоянии, то есть тейки каскадом и стоп. Как только будет срабатывать хотя бы один из тейков, стоп у нас тут же переставляется на оставшийся объем. Поэтому использование каскада позволяет при сильных движениях брать профит больше запланированного, за счет постепенного закрытия этих самых заявок. Трейдерам, которым сложно удержаться от торговли в запрещенное время, а также тем, кто любит передвигать стопы, когда это делать нельзя, понравится функция дисциплинарного стопа, которая не дает трейдеру увеличивать стопы и торговать в установленное трейдером время. В конфигураторе мы поставим дисциплинарный стоп, чтобы его можно было перемещать только в сторону профита и нажмем сохранить. Давайте откроем лонг, у нас выставляется стоп и тейк и теперь стоп лос я не могу переставить вниз. Робот его обратно возвращает на исходную позицию. Вот у нас сейчас в конфигураторе запрещенные периоды торговли с 10 утра до 15 часов, сейчас время у меня 14.57. Нажмем сохранить и робот нам не даст открыть позицию. То есть она открывается и тут же закрывается. Это особенно актуально в первые 15-30 минут, когда рынок дергается импульсивно и непредсказуемо. Робот также умеет переносить стоп без убыток, если цена у вас ушла в профит на заранее выставленное значение по шагам. Можно также сделать связанную стоп заявку, тогда у вас не будет требоваться дополнительное ГО. Также можно перевыставлять стоп при наборе позиции, если вы набираете позицию каскадом, то есть усредняете позицию, робот будет вам перевыставлять стоп и так далее и так далее. Теперь давайте узнаем у Дениса Стукалина, как зарождалась идея создать такой робот-помощник. Когда у нас был первый дилинговый зал, это был далекий уже 2011 год, складывалось так, что у нас сидело где-то человек 10-12 трейдеров, все торговали, я выполнял функции риск-менеджера, ходил, закрывал людей, если они перебирали с лимитами потерь. У нас даже была такая бумажка, в которой человек писал, что я не готов потерять больше, чем условно говоря, тысячу рублей за день. И в случае, если у меня потери превысит больше, это заметит риск-менеджер, увидит, то тогда прошу меня закрыть, чего бы это не стоило. И подписывался крови. И мы, соответственно, действовали. Но получалось так, что трейдеров губило часто отсутствие дисциплины именно в системности закрытия тейка и стопа. И когда у человека шло движение против него, некоторые невольно просто отодвигали стоп, да вот сейчас развернется, да вот здесь еще такой уровень, а подвинул чуть дальше под этот фрактальчик, под этот. Но в итоге цена шла против трейдера, в итоге он за одну сделку мог слить весь лимит потерь на день. Это было не очень, конечно, хорошо, и трейдеры были недовольны. В итоге по тейк-профиту была ситуация аналогичная, когда шло в сторону трейдера, некоторые слишком рано резали прибыль и закрывались. Ну, мы им говорили, что вот есть система, надо брать там, допустим, столько-то там пунктов по РТС, столько-то по Газпрому, столько-то по Сбербанку, но они не могли совладать с собой. То есть, вот эта болтанка, отсутствие дисциплины у многих была выявлена. В итоге к нам пришел один наш уже хороший и сейчас давнишний знакомый и коллега, программист Денис. И в итоге он вызвался помочь создать какую-нибудь систему, потому что витало уже в воздухе, что вот нужно что-то вот связанное с управлением гневом, хочется сказать, с управлением своими эмоциями, с управлением риск-менеджмента и как-то дисциплинировать трейдеров. В итоге мы с Дмитрием Черемушкиным посидели, подумали, придумали изначально прототип некой системы, техническое задание, которое хотели видеть. И в итоге родился робот Stop and Profit, который сейчас называется, который прекрасно знаете. Сейчас он уже там в десятой версии, в ипостаси определенной. Сейчас он уже там супер, смарт, гипер, Stop and Profit 2. У него очень много функций. Изначально это было просто выставь стоп, выставь тейк. И пусть эти заявки будут связаны. Если срабатывает одна, закроется вторая. Срабатывает вторая, пусть закроется первая. И чтобы после того, как трейдер сделал трейд, через секунду выставили заявочки. И это очень сильно помогло на тот момент дисциплинировать трейдеров. Им система очень понравилась. Ну и в итоге она постепенно пошла в массы и до сих пор совершенствуется. Также давайте спросим непосредственно конструктора этого робота, программиста Дениса Бабака. Итак, друзья, у нас в гостях Денис Бабак. Это один из авторов робота Xelio Stop and Profit. Денис, расскажите, как создавался робот-помощник Xelio Stop and Profit? Ну, история робота достаточно значительная. И появился первые его разработки, которые, наверное, можно сравнить со старым велосипедом, когда еще только-только появился и был еще язык упал, если кто знает, для терминала КВИК. А в каком году это было? Ну, этому роботу, наверное, уже скоро будет 10 лет. И этот робот развивался вместе с компанией. И самое главное, в чем его особенности и преимущество данного робота, что участниками его разработки был даже не я и не команда программистов, а были сами трейдеры. Собственно, трейдеры, с которыми мы работали, они являются основными разработчиками данного робота, который теперь называется SuperSmart Stop and Profit. И в настоящий момент активно используется и в обучении, и в торговле. А какая стояла задача перед вами, как одним из программистов, который создавал это? Какое было тебе задание? Задача была помочь торговле, помочь в первую очередь себе. И в дальнейшем уже робот стал помогать не только мне, не только трейдерам, которые мы работали. И он стал использоваться в обучении. И как показал опыт, что трейдеры делали просто семимильные шаги, когда начинали его использовать. Ну, как будто они уже не новички, а занимаются трейдингом полгода или даже год. А сколько было версий этого робота? То есть от самого начальной, сырой, условно говоря, до самого последнего SuperSmart? Версий было, я уже не вспомню, было огромное количество. Их было очень много. И еще на старом языке Купайл и сейчас на языке Луо. На текущий момент, наверное, уже робот настолько отточен и все коды его настолько совершенен, что практически, наверное, последние полгода он не претерпел никаких изменений. Денис, а какие проблемы решает робот-помощник стоп-ин-профит? Как и все, у нас идет к прогрессу, все развивается. Поэтому автоматизация – это помощь трейдеру избежать, самое главное, глупых технических ошибок. Неправильно выставлен стоп. Стоп выставлен не на том счету бывает такое. То есть такие технические моменты, которые, ну, даже профессиональные трейдеры иногда совершают, они будут избавлены, новичок будет избавлен от них, если будет использовать автоматизацию. А сейчас давайте пройдем в дилинг и узнаем реальные отзывы трейдеров об этом роботе. Алексей, пользуетесь ли вы роботом Xelius Stop & Profit? Да, Дмитрий, не первый год, пользуюсь этим роботом, доволен, помогает в торговле, экономит время. А на каких инструментах используете его? На всех. Можете показать, как он запущен у вас сейчас, нет? Да, конечно. Вот смотрите, сейчас у меня... На этой вкладке у вас отдельно, да? Да, это загружены все рабочие инструменты. Сейчас мы их запускаем. Выделяем все инструменты и запустить. Вот мгновенно у нас появляются на каждый наш инструмент рабочие таблицы. В случае входа в сделку, каждая таблица переходит в активный режим, они начинают уже значение показывать. Значение входа, значение стопа. А какими вот конкретно функциями вы пользуетесь? Вот я вот смотрю у вас конфигуратор вот здесь открыт. Знаете, что робот очень много функций в себя включает. Самое главное, чем я пользуюсь, это первое, это выставление тейков каскадом, что позволяет максимизировать прибыль. Если взять аналогию с автомобилем, многие из нас начинали водить автомобиль на механической коробке и я считаю, что это на самом деле правильно в жизни может повернуться таким образом, что придется сесть за механическую коробку. Но в данном случае нам предоставляется возможность ехать на автомобиль с автоматической коробкой, что нам упрощает намного нашу торговлю и высвобождает время. И у этого робота есть еще отличительная особенность. Последняя версия написана на языке Луа – это моментально срабатывает. Самое главное для трейдера – это после входа в сделку автоматически моментально выставить стоп. Он выставляется за долю секунды. Сергей, пользуешься ли ты роботом Stop and Profit? Конечно, пользуюсь. Причем именно, конечно, пользуюсь. Потому что это как в гонках ралли, как штурмового водителя. То есть изначально для чего он нужен – это для выставления стопа. Потому что до того, как я им пользовался, были моменты, когда вроде бы заходишь в правильную позицию, не успеваешь выставить стоп, а свеча идет не в свою сторону и при этом, получается, надо закрываться руками и стоп больше, чем система. Профит ты выставляешь уже тоже. Ты в настройках его можешь каскадом выставить. Тебе, в принципе, он за считанные секунды выставляет стоп твой, свои тейки. И тогда ты уже в зависимости от волатильности рынка можешь двигать эти тейки, куда тебе надо. Либо чуть меньше делать, если есть волатильный рынок, либо чуть больше, если ты рассчитываешь на хорошее движение. Ну что ж, мы познакомились с вами с основными функциями робота-помощника Xelio Stop & Profit. Теперь вы понимаете, насколько серьезно он упрощает вам торговлю, а также способствует прибыльному трейдингу. Робот работает не только с фьючерсами, но и с акциями, а также на валютной секции Московской биржи. Ссылка для приобретения робота находится внизу в описании к этому видео. Также вы можете попробовать демо-режим, он работает на одном контракте. Пробуйте, пользуйтесь. У нас с вами был Дмитрий Донецкий. Всем пока!